В одной из наших недавних бесед с руководителем Эдовирусского отделения кассы по страхованию от безработицы Анна Китейлах, отвечая на вопрос, как местные самоуправления могли бы помочь своим жителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за отсутствия рабочего места, она, как представитель государственного ведомства, много и красиво говорила о сотрудничестве с местными органами власти, возлагая большую долю ответственности на самих безработных и руководителей местных самоуправлений. На аналогичную тему мы поговорили с руководителем Волости Мяэтагузе Тауну Выхмару. В Волости, как известно, достаточно неплохая ситуация с финансированием бюджета, в результате чего в Волости запущены и успешно действуют различные коммерческие и не очень проекты, вроде спа-центра, парка для диск-гольфа или общественного дома в Пагоре, с недавних пор ставшего еще и гостевым домом. И за всем этим стоит не только желание руководителя принести пользу Волости ее жителям, но и умение держать, что называется, нос по ветру и изыскивать финансирование своих начинаний не просто в налоговых поступлениях, но и в различных фондовых структурах. Ведь всем же ясно, что с бюджетами большинства местных самоуправлений Давирума ситуация архи-сложная, и тем ценнее способность руководства изыскивать не только дополнительные средства, но и создавать таким образом новые рабочие места своим жителям. Тауна Выхмар не боится, этого делать и другим советует не бояться. Во-первых, должен быть желание, это самое главное. Тогда должен быть вера, что это удастся у тебя, и ты должен брать риск, изучая, что все мысли не всегда успешные, но надо заранее калькулировать, чтобы быть уверенным, даже если не удастся, что ничего страшного. Мы получили опыт, мы умнее, и следующий шаг уже опять будет успешным. Там я вижу, что может быть некоторые коллеги просто этот риск не хотят править, потому что как в нашем государстве привыкли, значит, один неправильный шаг, и тебя уже накажут, да, кто-то может жаловать, и это потом криминальные такие расследования, или люди наверняка, которые решающие, начинают об этом думать, и не принимают тогда эти решения, этот риск.